Писание говорит нам, что когда человеку весело, хорошо петь песни. Когда человек страждет, хорошо молиться. Я ловлю себя на мысли, что я все время бормочу какую-то молитву, особенно когда в машине еду, веду или выхожу. И я думаю, это так называемый спасительный оген, якорь для нас. Я призываю каждого из вас быть почаще в молитве. И молиться не только молитвами, которые касаются тебя, любимого. Молиться за страну, за ситуацию, оно прибавляет один к другому. И это как раз та функция, которую Господь возлагает на нас. Потому что написано, что те, кто через Ешуа приходят к нему, имеют статус царственного священства. Царственное священство – это люди, которые имеют возможность входить в святое Божие место. И на основании священных писаний, кроме верующих в Ешуа, сегодня ни у кого такого статуса нет. Вы знаете, в Израиле есть молитва «Коганим». Она на суккот происходит возле стены плача, возле западной стены. Есть много других групп. Но левицкое служебное священство может функционировать только тогда, когда есть храм и жертвоприношение. Ни храма, ни жертвоприношения нет. И Писание очень четко говорит, что только через жертву, которую Господь совершил и принял. И это в наших руках. Не только в наших. В Израиле тысячи верующих в Ешуа. И я просто ободряю вас знать, кто вы, чтобы вы могли возносить свои молитвы. Свои молитвы. Окей. Знаете, я молился и размышлял, о чем проповедовать. И вспомним, что я веду эту сидру по пророку Захарии. И я подумал, нет, не хочу ничего менять, никаких нонсенсов, потому что обстоятельства меняются. Мы продолжим двигаться. 13-14 главы. С Божьей помощью я закончу сегодня Захарию. И хочу сказать, мы помним, что пророчество обычно понимаешь, когда оно... Что с ним стало? Когда оно исполнилось. Мы с Мишей заметили, Климовым, что сейчас, когда мы выпускаем какие-то ролики, очень много немножко экзальтированных верующих набрасываются с комментариями, да вот это война, гог-магог, вот оно, вот она, три с половиной. И люди любят эти вещи, ну, как бы, вставлять. Нужно быть очень аккуратным. Я сейчас прочитаю местописание. Мы не знаем, в каком отрезке времени мы находимся. И если мы будем уж сильно усердно спекулировать временами, то мы просто будем разрушать свое внутреннее стояние перед Богом. И понятно, что нам важно знать и думать, и размышлять. Но быть аккуратнее со статусными заявлениями. А я вам говорю, это вот сейчас 36-я минута третьей седьмины. Или еще чего-нибудь. Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? Пророчество Танаха важно изучать. Но понимать, что это не есть для нас четкая шкала временная. Потому что очень часто в писаниях, в строках пророчества, там 5-7 предложений, но там может быть 5-7, а может быть и 10 временных отрезков. Это не подобно новостной строке. Там Курсор.ру или еще какая-нибудь BBC.ру или там какая-то, когда ты читаешь, вот там это случилось, то-то-то. Танах он по-другому устроен. И нам нужно быть очень аккуратными, когда мы толкуем. Но пророчества важно читать, потому что они приготовляют наши сердца. что когда вещи совершатся, вот тогда у нас тынь, включится лампочка, она включится у нас. Подобно, как у учеников первых ешов включалась эта лампочка. Помните, они вдруг собирают, он говорит, о, об этом говорило пророчество того, что случилось сейчас. Понимаете? То есть они не говорили вот через 4 дня. Вот излился руха кодыш на них в день шавот. И сказали, ага, вот о чем говорил пророк. Нам нужно понять, что-то так работает. Есть другого уровня пророчества, когда подойдут к тебе, скажут, брат, сестра, там, тебе нужно то исправить или то. Это такого хорошего уровня пророчества, но это совершенно не то. Поэтому давайте будем трезвыми. Я уже говорил, пророчества подобны спирали. То есть здесь что-то случилось, и потом может случиться что-то очень похожее, но немножко иное. Ешуа дает очень четкий пример, когда у него требовали, докажи нам, что перед тобой Илья приходил. Иоанн не был Ильей. Писание никогда не говорит о реинкарнации. Но он был подобен Илье. Ешуа назвал его, вот он был Илья. Он не был Ильей, это Иоанн был. Но в своих действиях он напоминал и в ревности Илью. Ревностью, духом мы можем походить на разных людей. Я читаю 2 Фессаленкийцам, 2 глава, 1-2 стиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Ишуа Мессии и нашем собрании вокруг Него. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машеха. Это то, о чем я вам сказал. Когда день Машеха наступит, когда Ишуа придет, мы будем знать. Оно от нас не скроется. Но себя поддерживать в духовном тонусе очень важно. Молиться, читать Писание. Тогда мы получаем силу от Господа. А сейчас я в 13 главе Захарии по порядку. Мы проходили 12-ю в прошлый раз. Она обычно такая классическая. Все любят. Почему? Кто знает, почему любят 12 главу? Что там говорится? «И зальют Духа на жителей Иуды Иерусалима, и узрят Того, Которого пронзили». Чисто мессианское пророчество. Помним его, да? 13 глава – это продолжение 12-й. И здесь говорится, «И в тот день откроется источник дому Давида и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Я перед началом проповеди сказал, что сегодня не существует храма жертвоприношений, не существует рыжей телицы. Хоть ее привезли, но даже если ее сожгут. Слышали, что привезли рыжую телицу? Я знаю человека, который знает человека, на ферме которого вырастили эту рыжую телицу в Тексасе, Техасе. И привезли сюда. Там была целая раввинистическая бригада. Ее рассмотрели. Подходит. Возьмем ее. Привезли сюда. Но если даже сожгут ее и будет ведро пепла, то он ни к чему не годен, потому что по Писанию пепел новой коровы должен быть смешан с пеплом той, предыдущей. А пепла предыдущей нет. Поэтому это одна из так называемых коши йод. Коши йод от слова коши. Что значит коши? Трудностей, сложностей. И когда сложности есть в толковании Писаний, то говорят, когда придет кто? Машия. Решит вопрос. Такое было во времена строительства второго храма, когда из Вавилона пришла группа людей. И некоторые говорили, мы из Коганим, но у них бумаг не было. Их не выгнали. Им дали место среди. Но сказали, на служение Коэна мы вас не поставим, бумаг нету. Они сказали, а как знать? Они сказали, когда придет пророк слэш Машиях и скажет, что это вы, пожалуйста, место есть. Так вот, коровы и прочее. Это все хорошо. Это хороший фондрейзинг. Знаете, что такое фондрейзинг? Это когда собирают деньги на какой-то проект. И они хорошо этим пользуются и хорошо собирают. Но здесь говорится, что когда узрят того, которого пронзили, про кого говорится? То тогда откроется дом у Давидова и жителям Иерусалима сила или источник для очищения от греха и нечистоты. Есть два понятия – грех и тума. Хэт ве тума. Знаем разницу, да? Хэт – это когда мы что-то сделали не так. Тума – это такая тотальная нечистота. И она омывается по Писанию водой, в которой есть пепел рыжей телицы. Но поскольку этого нету, есть другая возможность, опция. И именно поэтому в послании к евреям говорится, что подобно рыжей телице еще был выведен застан и распят. То есть вера в жертву Машиаха – это та сила для очищения жителей Израиля, Иерусалима и всего мира. И нам, как верующим, очень важно стоять на знании этого и усечь, что наша молитва с верою в жертву Машиаха – это для покрытия греха, снятия греха, и для очищения тумы, нечистоты. «И будет тот день, – говорит Господь, – стих 2, – «Я истреблю имена идолов с этой земли, и они уже не будут более упоминаемы, равно как лже-пророков нечистого духа удалю с земли». Вы знаете, про этот стих я могу сказать, что такой стих можно применять к разным временным кускам. Мы знаем, по Писанию было больше ревности на Израиля и брали и изгоняли всех волхователей и колдунов. Но здесь говорится, что опять и опять такие моменты будут, когда люди скажут, ну все, это уже, по-моему, зашкал, когда там перед каким-то Буддой или еще чего-нибудь сыны Израилева должны станцевать еще чего-то. Тогда, я продолжаю читать стих 3, «Если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать». Знаете, этот стих меня вводит в смущение, потому что этот стих кардинально противоречит принципу «Аидиша мамы». Да? «Аидиша мамы никогда, никогда своего сына, что бы он ни делал, ни сделает объектом, не должно жить тебе». Поэтому я не знаю, как истолковать этот стих, возможно, аллегорически. «И будет в тот день устыдяться такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Мы знаем действие шеддин. Шед – это другая субстанция. Писания много про это не говорят, но в Новом Завете мы видим определенные примеры, как некоторые люди. Я знаю, что бывали времена, когда каждый вдруг начинал исследовать, не являюсь ли я тоже вместилищем бесов. Говорю, некоторые, это бывает, их наполняют эти нечистые духи, и люди начинают прорицать. И люди начинают прорицать. Так вот, это случается, но не нужно быть параноиком. И вот устыдятся и скажут, меня сделали когда-то рабами. Но когда раскрывается сила очищения с небес, то иной раз и изгонять-то никого не нужно. Потому что, когда есть присутствие правды, истины, то срабатывает принцип священных писаний. Стой за истину и продолжите. И истина сделает вас свободными. Я был неоднократно свидетелем, что некоторые люди, у кого были определенные духовные проблемы, и не надо было за них особенно сильно молиться. Но когда они были в здравой среде, эта среда, истина, которая присутствовала, выжимала то все. Поэтому очень важно нам, как общине, поддерживать эту правильную среду, которая строится на слове, на уважении одного к другому, и на принципах праведности. Все. Мы тогда можем чувствовать, как Бог очищает нас. Важно поддерживать один другого. И когда кто-то из нас находится в определенном сложном положении, поспешить на помощь. Господь обычно благословляет такие вещи. Этому человеку скажут, «Отчего же на руках у тебя рубцы?» Провидцы в свое время делали насеки на руках, чтобы кровь. Ну, там были манипуляции с кровью. От того, что били меня в доме любящих меня. Седьмой стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Циваот. Порази пастыря, и рассеются овцы». Кто помнит, где еще используется подобный стих? Еще раз читаю. «Подними на пастыря меч, на ближнего моего, говорит Господь Циваот. Порази пастыря, и рассеются овцы». Кто помнит, где есть такой стих еще? В Евангелиях, Матфей, 26 глава Поражу пастыря и рассеются овцы Это еще сам говорит Наступит время, когда вы меня не увидите И исполнится место Писания Смотрите, что он делает Он как будто вырывает кусок Из стройного послания или пророчества Захарии Но именно это и говорит, что послание пророков не является стройным Пророк говорит Вы знаете, видели когда-нибудь, как человек бьет плеткой Пух, она тут ударила Пух, она там ударила Пух, она там ударила Пророчество примерно так и работает Это определенный набор выражений И движимый святым духом человек Я сейчас вам говорю о еврейской герминевтике Когда ты можешь вырывать место Писания подобно этому Если Дух Святой тебе говорит, ты его прикрепляешь к месту, которое случается Именно поэтому очень важно не читать пророчества, как новостную ленту Вы услышали меня? И я обращу руку мою на малых И будет на всей земле Восьмой стих Говорит Господь Две части на ней будут истреблены, вымрут А третья останется на ней И введу эту третью часть в огонь И расплавлю их Как плавят серебро И очищу их, как очищают золото Они будут призывать имя мое И я услышу их и скажу Это мой народ И они скажут, Господь, Бог мой Как я уже сказал Священные Писания могут говорить о каких-то событиях В растянутом состоянии И кто помнит такое выражение Война Гога и Магога? Помните? Это может быть О каком-то конкретном времени говорится Но я больше склоняюсь Что это огромный промежуток времени Когда разные силы То из Гога Страны Магога То из Эфиопии Ливии и Египта Кто-то из Персии Почитайте пророчества Попериодически вступали в брань И в этой брани Был где-то замешан народ Израиля Но в таком случае Времена Гога Война Гога и Магога Это нечто растянутое Вы знаете К сожалению Существует До сегодняшнего дня Целая простойка христиан И они наши братья и сестры Но я говорю это Потому что если не обличить человека Он продолжит умиляться своей Не знаю чему Они научены Что вот мы живем этот период времени Потом мы будем восхищены И тут начнется Времена Называется такое выражение Страданий Иакова А мы будем восхищены И мы будем на небесах И мы будем оттуда с небес 3D фильм смотреть Который круче Намного круче Чем Матрица Или чем Аватар Мы будем смотреть Как Израиль Борется С Антихристом Я говорю И это не я говорю Это умные люди говорят Что пророчество Познается Только после его исполнения Но Здесь есть Слова Переплавлены В испытаниях И очищены Вот времена Подобные этим В которые мы находимся Это К сожалению Или к радости Факт Мы очищаемся Внутри Фольга Шелуха Блестяшки Уходят Мы вдруг Понимаем Что вера Это не всегда Как хорошо И приятно Вера Это когда нам нужно С терпением Проходить определенное Поприще И каждому поколению Господь Дает свое Те поколения Возможно Не выдержали бы То что мы проходим А мы не выдержали бы То что проходили Те поколения Но каждому Времени И каждой Группе Людей Отведено От Господа Свое Свой Кар Тест Когда знаете Машину Бьют И смотрят Что она Выдерживает Но Все равно Это Предназначено Чтобы внутри Нас Высветилась Чистота И чтобы Мы могли Выстраивать Свои отношения С Господом Я когда читаю Вот эти вот слова О переплавленной В испытаниях И очищении Я как бы Сразу же вспоминаю Молитву Отче наш И не веди нас Во искушение И избавь нас От лукавого И камван Разумеется Это о страхе Господне Говорится 14 глава Захарии Мы помним Что я сказал Пророчества Подобные Плетки Могут ударять Здесь Здесь Мы не знаем В каком времени Но нам нужно Быть внимательными Вот наступает День Господень И разделят Награбленные У тебя Среди тебя И соберу Все народы На войну Против Иерусалима И будет взят Город И разграблены Будут дома И обесчищены Будут жены И половина Города Пойдет в плен Но остальной Народ Не будет Истреблен Из города Я хочу сказать Что Повторяюсь Это очень любимая Тема христиан Вот смотрите Там две трети Одна треть А здесь полгорода Но мы знаем Что С Иерусалимом Подобные вещи Уже бывали Это было Во времена Когда Вавилон Захватил пленение Это было Когда Римляне Разрушили город Это было После восстания Баркохбы Были еще Периоды Более поздние Когда Крестоносцы Пришли в Иерусалим Когда там Была Таманская империя Когда Происходили Все эти Погромы евреев И когда Иордания Или Транс-Иордания Как она там называлась Раньше Господствовала Над городом Подобные ситуации Уже были Мы не знаем Точно О какой из них Говорит Пророк И вы знаете Есть такое Как бы Непрямое Но да Повеление от Господа Молитесь Всегда О благе И я очень удивляюсь Нашим Дорогим Братьям И сестрам Из разных Христианских Динаминаций Которые Любят Нашивать Ярлыки О Об этом Дне Говорит Господь Ну а потом Естественно Они стряхнутся Ну ошиблись Но Писание Говорит Не надо Опускать Дух Человека Дух Человека Надо поднимать Именно поэтому К писаниям Пророческим Нужно относиться Очень Аккуратно Повторюсь Война Гогов и Магог Если вы просто Выберете Все места Писаний Я вот занялся Этим Выбрал Там целое Огромное количество Мест Писаний Ты читаешь И ты видишь Вау Это не По-моему Это не точечное Явление Это не что-то Вот здесь Происходящее У меня есть Дома книга Бабеля Который писал После Войны Наполеона Эта книга Называется Гог и Магог Тогда Те хасидские Общины Которые жили На территории Польши И Белоруссии Они Истолковывали Ту атаку И поход Наполеона На Российскую Империю Как война Гога и Магога И он Там целыми Это художественная Книга Но все равно Он использует Всякие Еврейские Медраши И пророчества Священных Писаний Показывает Что война Гога и Магога Я не знаю Прав ли он Думаю Это растянутая В пространстве Времени События Которые Очень Неприятны Тогда Выступит Господь Третий стих И ополчится Против этих Народов Как ополчился В день брани Здесь принцип Бог поддерживает Тех Кто уповает На него Писания Многократно Повторяют Подобный стих Ибо Отче Господа В параллельбомене написано И кто может Продолжить Обозревают Всю землю Чтобы постоянно Поддерживать Тех Кто уповает На него И станут Ноги Его Здесь Это уже Апокалипта Но Мы можем Понять Вот смотрите Я читаю Третий стих Тогда Выступит Господь И ополчится Против этих Народов Как ополчился В день брани Третий стих И после этого Может пройти Огромное количество Лет И мы читаем Четвертый стих И станут Ноги его В тот день На горе Лионской Мы не знаем Промежутки Между этими годами Этими событиями Которая перед лицом Иерусалима К востоку И раздвоится Гора Лионская От востока К западу Весьма большой долину И половина горы Отойдет к северу А половина ее к югу И вы побежите В долину гор моих Ибо долина гор Будет простираться До осила И вы побежите Как бежали От землетрясения В одни ози Царя Иудейского Кто-то из вас Помнит Куда бежали В одни ози И я не помню Царя Иудейского И придет Господь Бог Бог мой И все святые С ним И будет в тот день Шестой стих Не станет света Светило удаляться День этот будет единственный Ведомы только Господу Кому ведомы? Ни день Ни ночь Лишь вечернее время Явится свет Если я Пытаюсь понять О каком-то В параллельном месте Сразу вспоминаю Откровение 21 глава И там написано И вижу я Как небесный Иерусалим Новый Иерусалим Спускается Это вообще Картина обновления Преобразования Всего Как важно Быть аккуратным Писания Могут наполнять Наше сердце Верой Пророчество Страхом Господним Только будем Очень аккуратными Чтобы утверждать О это сейчас Потому что В таком случае Мы можем Наломать Много дров И будет В тот день Живые воды Потекут Из Иерусалима Половина Их к морю Восточному И половина Их к морю Западному Летом И зимой Так будет И Господь Будет царем Над всею землею В тот день Будет Господь Един И имя Его Едино Есть Другое место Писания Там написано Что Ешуа Поклонится Отцу И написано Будет Бог Все во всем Какая-то Совершенно Изумительная Гармония Вдруг Придет Творение Потому что Зло Как состояние Как этот Ецера Который Взаложен В нас Чтоб мы Пытались Противляться Противляться И исправляться Вдруг Все это Пум И исчезнет Кто-то Из вас Читал Когда-нибудь Книгу Льюиса Письма Баламута Помните Как Этот бес Искушал Этого Человека И докладывал Вот Здесь я победил А здесь он победил А потом вдруг В один момент Тому человеку Стало все Открыто И ясно Потому что Слава Господня Открылась ему И Все эти Бесовские Обманы И человеческие Разумеется Которых еще больше Бесовских Вдруг улетучились И свет Воссиял Вся эта Земля Стих Десятый Вся эта Земля Будет Как равнина От Гивана До Римона На юго Иерусалима Который Высоко Будет Стоять На своем Месте И Населит От ворот Беньяминовых До места Первых Ворот До угловых Ворот И От Баш Баш На Ме До Цар Тач И Будет Жить В нем И Проклятия Не Будет Более Но Будет Стоять Иерусалим Безопасно Это Какая-то Супер Гармоничная Система Вы знаете Я Многократно Слышу Мне Друзья Пишут Иногда По наивности Эта фраза Стала Уже Просто Такой Мантрой Мантрой Как Мы Молимся О мире Иерусалиму Знаете Что люди Вкладывают В слова Мы Молимся О мире Иерусалиму Что Вдруг Евреи И Арабы Перестанут Воевать Выражение Молитесь О миру Иерусалиму Совершенно Другого Значения Миша Кстати Говорил Сегодня о нем Это Шлемут Это Восстановление Это Когда Проклятие И греха Не будет Тогда Нету Вражды Потому что Повод Враждовать Даже У мирных Всегда Найдется Вроде Тот и Другой Народ Сто Лет Вместе Нормально Жили Потом Раз Начали Драться И Убивать И все Потому что Проклятие Внутри Вдруг А когда Проклятие Удалено То Нету Причины Поэтому Молитесь О миру Иерусалиму Это Концепт Концепт Тикун Олам Концепт Восстановления Всего Это Совершенно Не о том Что подпишут Еще одно Соглашение Вы же видите Подписывают Соглашение И через Месяцы Оно становится Просто Драной Бумажкой 12 стих И вот Какое Будет Поражение Которым Господь Поразит Все народы Которые Воевали Против Иерусалима У каждого Исчахнет Тело Его Когда Он еще Стоит На своих Ногах И глаза У него И стояют В яминах Его И язык Его И сохнет Во рту У него И будет Тот день Произойдет Между ними Великое Смятение От Господа Так что Один схватит Руку другого И поднимется Рука Его На руку Ближнего Его Но и сам Иуда Будет Воевать Против Иерусалима И собрано Будет Богатство Всех Окрестных Народов Золото Серебро И одежды В великом Множестве И будет Такое же Поражение И коней И лошаков И верблюдов И ослов Всякого Скота Какой Будет В станах У них Я когда Читаю этот Сих Вообще Его не Понимаю Когда Убивают Людей Когда Идут Какие-то Страдания Какое Дело До Золота И серебра Тут бы Жизнь Спасти Кому Какое Дело Ну Пропало У тебя Там Сто Шекелей Или Тысяч Или Сколько У тебя Есть Золото Серебро Но Знаете Что Войны Это Самое Доходное Мероприятие Для тех Кто Это Умеет Использовать К сожалению И Большинство Простых Людей Платят Цену Страдания Боли Скорби Но Кто Умеет Использовать Это Для Них Это Молотилка И Я Не могу Не Прокомментировать Это Стихом Из Исаи Где Сказано И посетит Господь Таких Людей И Посетит Господь Таких Людей И Каждый Даст Отчет За То Что Использовал Боли Кровь Других Для Удовлетворения Своих Материальных Запросов Немыслимых Притом Невозможно Потратить Миллиарды Если Он у тебя Есть Да С трудом Можно Три Миллиона Долларов Потратить Если Они у тебя Есть Есть Нормативный Человек Несумасшедший Как Можно Потратить Деньги Ну Что Хлеб Другой Ты будешь Кушать Или Масло Другое Будешь Мазать Ну Так Это Разница В Три Шекеля Икрой Ты Задавишься Помните В этом Фильме Как Как Да 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 Он Плевался Уже От Этой Икры Но Есть Люди У которых Вот Этот Мамон Поразил Голову Душу Поразил Контроль Затем Все остальные Из всех Народов Приходивших Против Иерусалима Будут Приходить Из года В год Для поклонения Царю Господу Цаваота И для Празднования Праздник Суккот И будет Если Какой Из племен Земных Не пойдет В Иерусалим Для поклонения Царю Господу Цаваоту То не будет Дождя У них Если Племя Египетское Не поднимется В путь Не придет То у него Не будет Дождя И постигнет Его поражение Которым Поразит Господь Народы Не приходящие Праздновать Праздника Кущей Знаете Это Какая-то Очень Странная Пророческая Будет судить Народы По их Отношению К Израилю И Эта Вещь Уже Работает Это не то что Где-то Образно Как люди Относятся К народу Израиля Я имею ввиду Народы Гоим Как они Относятся К Писанию Которое Вышло из Израиля Вы помните Что Господь Бог Устами Ноя Сказал Яфету Яфет Это все Европейские Народы Ну и все Наверное Большинство Народов Земли Он сказал Яфет Ты будешь Находиться В шатрах Шема И тогда Ты будешь Благословлен Шатры Шема Это то что Называется Формат Еврейских Писаний Или Еврейского Отношения Это Шему Было Или потомку Шема Авраму Схаку Якову Моше Иешуа Это называется Шатры Шема И если Яфет Хочет Жить И получать Благословение То он может Только в шатрах Шема Это в формате Вот этого Еврейского Откровения Библейского И отношения К народу Израиля А иначе Проклятие И когда Здесь говорится И будут В будущем Приходить На праздник Кущей Мы толком Не понимаем Что это Значит Мы только Можем Сказать Это будет Весеннее Время Когда праздник Кущей Как они Будут Приходить Что Они Будут Делать Касается Ли это Те Походы Или Марши Которые Сегодня Наверное В каком То Области Но Здесь Есть Четкое Послание Шатры Шема Это Те Праздники Господни Которые Господь Заключил С народом Израиля Это Те Откровения Повторяюсь Которые Через Моше Через Давида Через Ешуа Пришли Израилю И всему Человечеству И если Яфет Не зайдет Туда Внутрь То у Него Будут Проблемы В то Время Даже На Конских Уборах 20 стих Будет Начертано Святыня Господу И Котлы В доме Господнем Будут Как жертвенные Чаши Перед Алтарем И все Котлы В Иерусалиме Иудеи Будут Святыней Господа Циваота И будут Приносить Все Приносящие Жертвы И брать И варить В них И не Будет Более Ни Одного Хананея В доме Господа Циваота В тот День Хананеи Это Семь Племен Которые Хитростью Завладели Землей Шема Это По книге Юбилеев И именно Поэтому Господь Сказал Муши А тот Передал Иисусу Навину Говоря Зайдя В эту Землю Истребите Все Семь Колен Потому Что Они Будут Вам Всегда Колоть В Питу И он Сказал Там Страшные Слова Он Сказал Истребите Там Мужчин Женщин И Детей То же Самое В другом Месте Было Сказано Про Малека Почему Потому Что Эти вот Хананеи Были На Человеков Похожи Но Внутри Они Стали Нелюдями Мы Уже Говорим Об этом Определенное Количество Времени Нелюди Мне 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 Сложно Понимать Это Но Эти люди Неисправимы Исайя 53 Глава В ней Говорится Что Есть Три Уровня Греха От которых Избавляет Раб Господень Грех Хет Авон Вепеша Грех Вина И Преступление Самое Тяжелое До сих пор В еврейской Юридической Системе Существуют Эти Обозначения Хет Мне знакомый Архидин Говорил Это до Нескольких Месяцев Тюрьмы Авон Это Два Три Четыре Года Тюрьмы Пеша Это Десять И пожизненное По уровню Преступления За эти Вечи Искупил Нас Ешуа Но В бытие В шестой Главе Написано И земля Наполнилась Хамасом Это Искривление Человеческой Внутренней Сущности И Господь Бог Никакого Лекарства Тому поколению Не предложил Кроме одного Какое? А? Воды Потопа И я Уверен Что в Газе Есть абсолютно Невиновные Люди Но Есть Изверги На которых Действия Крови Мессии Милосердия И прочего Я не знаю Как с этим быть И не будет Более Ни одного Хананея В доме Господа Циваота В тот День Мы знаем Что По книге Царств Не смогли Изгнать Всех По книге Судей Не смогли Изгнать Всех И Женились И выдавали За них Дочерей И Это Сыграло Злую Шутку Я не знаю Как вещи Будут Господом Решаться У него Есть Решение Его Правду И решение Мы призываем Мы Продолжаем Молиться За то Чтобы Господь Нас Содержал В состоянии Соли Доброй Очищенной Чтобы мы Могли Молиться За наш Народ Чтобы Могли Друг За друга И Чтобы Мы Могли Исполнять Призвание Царственного Священства Пусть Господь Бог Поможет Нам Давайте Мы Все Встанем На молитву Авину Малкейну Мы Просим Твоей Милости Твоей Твоего Заступничества И помощи Я опять Зову Тебя Господи Покрой Покрой Наших Солдат И Рассеются Враги Твои Мы Просим Господь За правительство За экономику Нашу Я прошу За каждого Находящегося Здесь Помоги нам Быть Твоими Светильниками Не может Укрыться Свет Который Поставлен На Подставке Его Видно Издалека Прошу Господь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...